Формула развития, как выйти из сложившейся экономической ситуации, каким регион может стать будущим. На международном форуме группа украинских и европейских специалистов обсудили перспективное направление развития Донбасса. По словам организаторов форума, каждый украинец должен быть уверен в том, что период нестабильности и неурядиц закончится. Нужно верить в светлое будущее и прилагать усилия для его создания. Шаг за шагом. Мы уверены, что война рано или поздно закончится и как нам возрождать Украину. Первая у нас причина была раньше. Мы не знали, куда мы идем. Этот форум не первый. Уже второй проходит у нас и мы уверены не последний. И поэтому он и называется у нас шаг за шагом. Но мы же понимаем, что Европа не приедет сюда и за нас ничего делать не будет. Поэтому мы сами должны научиться и перенять европейские стандарты у них. Получить рекомендацию европейских специалистов и перенять у них опыт – главная цель форума. Среди участников встречи руководитель социально-экономического проекта по восстановлению Донбасса – Организации Объединенных Наций. Финансирует программу правительства Японии. И нашу роль мы видим в том, чтобы помочь им максимально эффективно этим воспользоваться. Ну а также предоставить возможность, предоставить помощь, в первую очередь, в решении экономических проблем. В частности, в вопросах инфраструктуры экономической, в вопросах занятости и самозанятости. А также помочь структурам местным органам власти, местным органам самоуправления повысить их способность к тому, чтобы заниматься экономическим развитием. Военные атташе посольства Австрии Эрих Симбургер уверен – не нужно рассчитывать только на государство. Преследуя общую цель, можно достичь хороших результатов. Это очень важно, потому что это покажет, что люди начинают работать. Они не просто ждут на государство. Никакого государства в мире может курировать все вопросы людей. Но здесь уже люди начинают работать от внизу. И это самое главное. Первые результаты форума уже есть. Переселенка из Донецка, мать двоих детей, Ольга Титаренко выступила с инициативой открытия детского социально-культурного центра и спорткомплекса в посёлке Ялта Донецкой области. Выступила с идеей развития всесторонних детей, а также нахождение досуга для мам, которые видят только сельское хозяйство, огороды. Ну и, соответственно, создание новых рабочих мест для переселенцев и для людей творческих, которые живут в Ялте, которые как-то себя не могут реализовать. Идею поддержали представители ООН. На её реализацию выделили 220 тысяч гривен. Помогут специалисты и в создании бизнес-плана. Это очень приятно, что мы идею поддержали и что прямо в зале, так сказать, озвучили своё решение. И, наверное, перестанем мы всё-таки себя чувствовать переселенцами, а будем чувствовать уже как граждане нашей Ялты. Узнать более подробно о происходящем в зоне АТО вы сможете в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник, 21 сентября в 19.45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области, ТВ5.